СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Вечером, во Дворце культуры Родина. Там был всплеск, фонтан эмоций. Там, я не знаю, по-моему, кто пришел в это время в Дворец культуры Родина, в каком бы состоянии он ни пришел, он вышел оттуда счастливый, здоровый, полный сил, энергии, и пошел опять всю ночь работать. Прям всю ночь. Ну, после того, что мы увидели, я не знаю, энергии, наверное, хватит, ну, минимум на месяц. И вот эту положительную, позитивную энергию 12 декабря мы вечером получили от великолепного ансамбля. Много-много титульного. Давайте перечислим. Кавалер Ордина имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова. Кавалер Ордина, золотая звезда в высшей степени Хашемитского королевства Иордании. Лауреат премии правительства Российской Федерации. Обладатель гран-при международных конкурсов и фестивалей. И все это чеченский государственный ансамбль танца в войнах. Вот так вот хора проявляется. Да, вот хочется вот так именно после просмотра выступления этого ансамбля хочется так. На самом деле я хочу вот просто... Ну давай сначала скажем про гостей, а то непонятно будет, кого я буду говорить. Про гостей, да. Большое спасибо нашим гостям, что сегодня заглянули в нашу студию. И мы сможем с вами пообщаться о деятельности, о творчестве ансамбля, его истории, о его роли, о гастролях и так далее. Ну, в первую очередь, Аднан Мажидов, художественный руководитель ансамбля танца в войнах, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, народный артист Чеченской Республики и народный артист Республики Южная Осетия. Добрый день, приветствуем вас. Добрый день. Великий человек, великий дворец. Да, Аднан, здрасте. Здравствуйте. И, значит, с нами еще сегодня в студии наш старый друг, знакомый. Молодой он. Ну, ну, в смысле, что, да, человек уже с нами участвовал, значит, в нашей передаче был участником. И я бы сказал, что организатор вот этого фонтана вчерашнего эмоции, да, приезда ансамбля. И мы это слышали вчера и на сцене, когда он поздравлял всех с Днем Конституции и передавал нам приветствие от главы Чеченской Республики кировчанам и поздравления. Адам Абуязедович Вибиев. Ну, я думаю, что мы по именам к вам будем обращаться, да? Чтобы в реках деле, как принято обычно, представитель главы Чеченской Республики Кировской области. И еще сегодня с нами помощник главы представителей Чеченской Республики Эдуард Колодкин. Добрый день всем. Добрый день. Вот чтобы понять, вот что было накануне, это большой праздник. Подожди, я хочу, я хочу, я не могу, у меня душа не терпит. Я хочу поздравить их с вчерашним выступлением, поблагодарить, значит, особенно Аднана. Огромное спасибо, я думаю, что многие, кто вчера был в зале, наверное, присоединятся к моим словам. И я не нашел ничего лучшего, вот от души вам подарить. Это наш вятский мед, чистый вятский мед. Я думаю, что прошу вас принять. И во время чая, значит... Спасибо большое, спасибо. Употребить это от всей души, потому что, ну вот, что же можно с вятки? Вот я думаю, что мед вятский, он поможет вам и дальше феерить на сцене, и радовать много-много других людей, не только в России, но и во всем мире. Спасибо. У нас всегда оставались самые приятные впечатления от того момента, когда мы побывали у вас в области, у вас в городе. Я думаю, вот этот мед каждый раз будет напоминать о вот таком приятном сладком приеме, который был вчера оказан в очередной раз жителями Кировской области. города, Кирова. Большое спасибо и за подарок, и за такой теплый прием, который был вчера оказан на во время концерта. Друзья мои, вы же не первый раз, да, на не первый раз Кировской на сцене? Да, да, мы неоднократно бывали у вас. Вот последний раз в прошлом году были, в этом году тоже, вот когда получили приглашение, с огромным удовольствием приняли это приглашение. Вот, несмотря на то, что дорога очень тяжелая, ехать очень далеко. Да, да. А вы пускаете на автобусе? Да, мы, да, мы, как правило, гастролируем на автобусе. Вот, но несмотря на это, потому что все эти трудности, которые мы испытываем в дороге, компенсируют вот этот теплый, радушный прием, который нам оказывают зрители на наших концертах. В частности, то, что происходило вчера, это действительно добрые зрители, отзывчивые зрители, понимающие зрители, действительно любящие искусство, любящие искусство танца. И нам это очень приятно, что вот наши танцы, наша концертная программа пользуется вот такой большой популярностью у вас в области. И мы всегда будем приезжать к вам, радовать вас всех. Да, я хотел сказать, что мы тоже ждем вас. Вот, пожалуйста, включайте в планы, Адам, и вас тоже просим максимально содействовать этому всему, чтобы вот эти концерты ежегодно, может быть, там, потому что, ну, невозможно, как бы, вот, устоять даже. Вот прямо хотелось в это время выйти куда-нибудь, ну, правда, не сравниться с мастерами, так сказать, чеченского танца, но сложно было усидеть на месте. Я так понимаю, накануне многонациональная публика собралась, да, в зале? Да, 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 в зале была многонациональная публика, там были, там, да, там, пожалуйста, извините. Хотелось бы подчеркнуть то, что активное участие принимали все диаспоры Кировской области. На самом деле ребята просто, председатели диаспоры, сами приходили. Вы, наверное, в принципе, я просто хочу сказать, что помимо того, что зритель заполнил весь зал, сидячие места, так скажем, у нас были люди, которые были готовы стоя смотреть, просто просили, чтобы пустить нас, знаете, в концерт. Эти люди, на самом деле, и запустили. Вот, очень помогали все, вот, все председатели диаспоры, все, вот, какие есть, все принимали участие в этом непосредственно. Очень сильно поддержала администрация, вот, в этом плане. Ну, и хочу сказать... Область или города? И города, и области. Ну, мы вчера видели там, кого видели, а нам из руководства, так сказать. Да, из руководства был, и губернатор был, и председатель ЗАГС собрания был, и председатель избирательной комиссии, вот, был Круглов Алексей, был, Евгений Ильич. То есть, были, можно сказать, все первые лица, и силовых структур были. То есть, я хочу сказать, что в зале чувствовалось не то, что приехали гости к чеченцам, да, приехали гости в Кировскую область, и лишний раз, вот, мы подчеркнули то, что здесь есть взаимопонимание, здесь есть единство, и вот, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, мы просто показали, что одна Россия и одна нация. Вот, это было видно вчера, вот, в зале, не было такого сказать, что пришли только одни там чеченцы или одни ингучи, были все. И это было заметно, и это чувствовалось, и вот эта вот энергетика, она просто доводил дух, как сказал Владимир Владимирович. Да, да, да. В общем, это событие не только культурного большого масштаба, но еще и государственного, да? Ну, конечно, потому что единение в этом смысле чувствовалось, и виной тому был ансамбль в войнах, их танец, вот, их танцы. И в этих танцах, ну, там, конечно, помимо того, что просто назывались танцы абхазскими, грузинскими, там, да, там непосредственно, я вот, например, в современном танце одна увидел очень много похожих элементов с танцами, там, русскими. То есть, вот, много было элементов, и я вот смотрел и думал, а вот действительно ведь, вот, столько похожих танцев в России, да? Вот, современный танец, который танцевал ваш ансамбль, вот, что можете по этому поводу сказать? Вот, мне иногда этот танец казаков там напоминало, там, вот, в современном особенно танце. То есть, вы специально элементы включаете в свои номера? Нет, 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 это, может быть, ощущение зрительское, может быть, такое. Дело в том, что в России есть прекрасный танец, который называется хоровод. Вот, и вот все те лирические девичьи танцы, которые у нас в программе, они вот как-то по характеру, по манере, как бы, они идентичны, сходятся как-то. Почему? Потому что здесь вот передается вот эта лирика, передается одухотворенность, красота именно женского танца. Конечно, все танцевальные движения, музыка в современной обработке, вот, оно дает такое ощущение, как будто это, ну, это общее, наше, это все понимают, это воспринимают, но это были чистые чеченские народные танцы. Вот, мы в своей программе всегда и везде привыкли называть вещи своими именами. Если это абхазский танец, значит, это абхазский танец во всем, в костюмах, в музыке, в хореографии. Если это грузинский танец, то грузинский танец. Вот, почему? Потому что мы должны, несмотря на то, что Россия, она многонациональная, она многообразная, вот, нас объединяет одно единое, целое, это наше Отечество, но в этом Отечестве проживают очень много народов, которые имеют, каждый народ имеет свою самобытную культуру, в частности, танцевальную культуру. Чего мы вчера продемонстрировали, мастерски. Да, понимаете, вот в этом и величии России, в этом многообразии люди живут разных народов, в разных конференциях, но всех их объединяет одна Россия, вот, одно желание жить в мире, согласие, сказать, что мы есть на этой земле, есть с огромным достоинством, чувством достоинства, что мы никому не позволим, чтобы кто-то попытался нас поссорить или унизить нас. Россия – это великая держава, ее величие заключается в том, что вот именно очень много народов проживает. И слава Аллаху, что все живут в мире, в согласии, в понимании. И вот вначале, когда был диалог между вами, двумя ведущими, вы говорили о тех ощущениях, которые у вас остались после концерта. Вот в этом и заключается сила искусства. Объединять, нести в люди добро, чтобы люди действительно посредством искусства, в частности, искусства танца, ведь танец, он не нуждается в переводе. Язык пластики понятен всем. Вот если бы мы сейчас… От природы мы это понимаем, да, каждый? Да, если бы мы сейчас говорили на чеченском языке или на другом языке народов российских… А вы вчера и говорили на чеченском языке, только танцевальном чеченском. Ну, вот когда увидели язык пластики, язык танца, он стал понятен всем, и это вот сила искусства вот в этом объединении. Поддержу вас, потому что вот те чувства, которые танцы вызывали, они были понятны всем. Да. Они были… Может быть, и ощущение возникало, особенно вот бойцовский танец там в конце, потому что ты видел вот эту вот готовность защитить, и вы продемонстрировали традицию там чеченскую, ну, кавказскую, скажем так, когда если женщина… Снимает платок и бросает между двумя дерющимися, то в этом случае уже все войны должны… Вот на такой степени у нас отношение к женщине возвышено, потому что если женщина совершает такой поступок, снимает платок и бросает, то какая бы ссора ни была, она должна была остановиться. Закончится, должна прекратиться, да. Как говорят, ведь женщина, дарующая жизнь, она должна оберегать, так говорили очень мудрые люди в старину. Вот. Ну, помимо вот наших танцев, где рассказывали о характере… И исходя из этого, вы наверняка обережёте, холите и лелеете своих артисток. Да, да, да. У нас особое отношение к женщине. Почему? Потому что она прежде всего мать, она дочь, она сестра. Ответственная за продолжение рода. Да, 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 потому что это очень серьёзно. Почему-то неправильно, не зря же великие говорили, что семья – это и тейка общества. А в этой семье такую очень огромную роль играет и женщина, и мать. Но это ещё и красота. Да, да. Куда мы без красоты мужчины, а? Да, жизнь не была бы такая яркая, конечно, без этого, да. Мы попытались в программе своего концерта показать обычаи и традиции чеченского народа. Попытались показать вам разнообразные характеры, потому что мы чеченцы, хоть и у нас, у каждого есть хоть какие-то свои особенности, разные характери, манеры. И нам очень приятно, что это людям понравилось, зрителю понравилось. У вас очень добрые, доброжелательные зрители. Нам это вдвойне приятно. И потому что после такого приёма все трудности кажутся абсолютно нетяжёлыми. — Аднан, а вот этот номер, который вы вчера демонстрировали, ну, он, видимо, вообще, так сказать, в программе всё время, но я, к сожалению, первый раз как бы видел, с барабанами. Вот я был, честно говоря, очень приятно удивлён, что... — Несколько артистов играют. — Танцоры. — Танцоры. — Танцоры, по-моему, сколько, 15 танцоров? — 10 человек. — 10 танцоров берут барабаны и играют не хуже, чем профессионалы. Вы что, их специально учили? — Не, вы знаете, когда шла постановка танца, да, ребята их специально учат, обучают. Люди, которые профессиональные музыканты, да, обучают. — Серьёзный подготовка. — Ну, да, ну, суть в чём заключается. Если профессиональный музыкант сидит, просто играет, то ребята, помимо того, что они играют, они ещё должны танцевать, исполнять это всё в характере, в манере. Вот этот танец, он рассказывает о силе духа чеченского народа. — Да, да, вот виртуозность, там невероятные трюки, очень интересно, потому что это тоже зажигает людей, даёт им вот такие добрые импульсы для того, чтобы если человек где-то почувствовал себя плохо, какую-то немоготу, увидев такой танец, он видит, нет, надо держаться, надо иметь силу воли. — Подтверждаю, я всем докторам предлагаю выписывать рецепты на концерт «Войнах». — Спасибо. — Потому что вот то, о чём вы говорите... — Это рецепты направления. — Да, направления, да, чтобы там идти и реально получать от этого. Особенно мне понравились вчера вот там целые серии, и что, может быть, я зря удивлялся, но целая серия женских танцев была, целая серия, потому что у многих чеченские танцы, кавказские танцы ассоциируются чеченской, кавказской джигитовкой, так сказать, там... Ну, все говорят, ну, кавказский танец, лизгинка, да, понятно. Но вчера было не просто лизгинка, а были действительно чеченские танцы, но, помимо всего прочего, богатый набор женских кавказских танцев, да, ну, чеченских в данном случае. — Вы знаете, меня очень часто спрашивают как профессионального хореографа. Я всю свою жизнь занимаюсь хореографией, я профессиональный балетмейстер. — Ну, это мы уже... — И вы всю жизнь ансамблю посвятили этому. — Да-да, вся моя жизнь связана с ансамблем. Спрашивают, скажите, пожалуйста, отличительная особенность чеченского народного танца. Во-первых, я должен сказать, что отличительная особенность чеченского народного танца является то, что у нас в народе, в быту, танцуют только пара. — Только пара? — Только пара. Это то, что все, что происходит в быту у нас. Но так как есть уже профессиональное сценическое искусство, мы... И у нас ни одна пара, которая танцует на свадьбе, на вечеринке, одна пара не танцует, похожа на другую пару. Каждая пара танцующая, она имеет свой определенный характер и манеру исполнения. Неповторимо. Вот нету в быту, например, в народе, чтобы две пары вышли, я имею в виду из народа, людей, которые не учили танцевать. Чтобы они вышли и танцевали одинаково. Это раз. Во-вторых, отличительно особенно. Вот эти два контраста, то, что вы сейчас сказали, это вот мужское начало. Такой зажигательный, сильный, эмоциональный мужской танец. И вот на фоне этого, лирический, пластический, одухотворенный, мягкий, женский танец. У нас в народном танце вот эти два контраста объединяются. И это дает вот такое зрительское положительное восприятие. У нас девушки не танцуют быстро, так как танцуют мужчины. У нас мужчины не танцуют излишне лирические танцы, потому что у нас в народе этого нет. У других народов есть, у них это красиво. Но у нашего народа танец вот эти... Но вы вчера продемонстрировали. Абхазский танец, например, когда женские партии были там более резкими и так далее. И немножко как бы к мужским... Да, да, они более игривые, более подвижные. У нас вот эти два контраста объединяются. Далее. У нас всегда первый в круг выходит парень. После того, как выходит парень, после этого появляется девушка. Они исполняют вместе танец. Никогда, ни при каких обстоятельствах во время исполнения танца парень не имеет права прикоснуться к девушке. Мы об этом говорили. Да, это очень имеет плохие последствия. Далее. Никогда, ни при каких обстоятельствах, хоть он и может себя и плохо почувствовать, парень не имеет права закончить свой танец, пока девушка не закончится. Девушка заканчивает танец. После этого парень должен ещё чуть-чуть станцевать. И после этого только парень имеет... Считалось позором, если он раньше там закончит танец. Этого это не принято. И в этом есть большой воспитательный смысл. Да. Это огромное уважение к девушке, которая с ним больше танцует. Вот. Это огромное уважение со стороны девушки по отношению к парню. Почему? Потому что она чувствует импульс этого танца. Она знает, когда его нужно закончить, этот танец. Она видит, кто с ней танцует. Сколько он может станцевать. То есть, и это огромное уважение девушки к этому парню. Это вот обоюдное такое взаимоуважение. Вот это и вся наша хореография чеченская, и всё то, что мы исполняем в концертном репертуаре, какой бы мы сценический танец не делали, какой бы он профессиональный не был, мы ни при каких обстоятельствах не отходим от канонов нашего чеченства. Вот от того, о чём мы сейчас сказали. Да, от канонов. Почему? Потому что есть незыблемые правила в исполнении танца. Они должны соблюдаться при любых обстоятельствах. Иначе мы потеряем свою самобытность. Я вот... Вот эту деталь, которую вы сказали, потому что я хотел бы, чтобы вы как бы немножечко пояснили, потому что когда вы говорите, что во время танца парень не может прикоснуться к девушке, то есть многие это могут воспринять как ретроградство или ещё что-то, но я хочу, чтобы вы сказали, что он из-за чего не хочет. То есть последствия, может быть, одного пугают, другого не пугают, но здесь какое-то чувство вот этого парня, и вот что это за чувство? Почему он не позволяет себе дотронуться? Не потому что он испугался кого-нибудь. Сложно сказать, что какой-то джигит кого-то испугался. Он, наверное, что? Это огромное уважение к девушке. Огромное уважение. Я не хочу сказать, у тех народов, где есть народные танцы, они берутся за руки, танцуют, у них это так принято, это их культура. В данном случае мы говорим о ментальности чеченского народа. Это наш менталитет. И это элемент уважения. Да, уважение, да. Это не унижение мужчины, то, что он там... Это так принято, это испокон веков идёт, это огромное уважение. Хотя у них во время танца, парни и девушки, идёт такой, знаете, очень огромный внутренний насыщенный диалог во время танца. Да, что заметно было. В этом случае, да, у нас не принято публично проявлять вот своё отношение, чувство. Всё видно было по глазам. Да, да. Вот в этом случае, да. Вот у нас не принято. Это наш менталитет такой, это испокон веков передавалось. Это огромное уважение. Всё-таки я не могу не спросить, вот в многолетней истории ансамбля «Войнах», ему уже 78 лет, с 1939 года ансамбль существует, были ли в истории случаи, когда союзы образовывались внутри коллектива? Да, да, да. У нас очень много семейных пар. Когда браки, браки, браки заключаются. Они оба остаётся в ансамбле. И муж, и жена танцуют, несмотря на какие-то семейные проблемы. Они просто лучше понимают друг друга. Да, лучше понимают. Это очень нормально. Мы это всегда приветствуем, рады. Почему? Потому что бывают случаи, когда девушка выходит замуж, ей приходится оставлять сцену. Почему? Потому что она уже посвящает себе семье. Она уже жена, супруга, мать. Для того, чтобы подготовить хорошую профессиональную танцовщицу или профессионального танцовщика. Это огромный труд. Это время. Как правило, мы подбираем девушек. У нас есть определённые требования. Это внешний вид. Это заметно было вчера. Да, да. Естественно, они более подтянутые. Когда они даже в народы уходят, они сразу как-то отличаются. Свои осанки. Естественно, всем нравится красота. Революционный возраст? Да. Возраст какой? Вы знаете, они должны по закону 20 лет, если они без непрерывного стажа танцевали в ансамбле, они имеют право выходить в пенсию по выслуге лета. Но есть ребята, которые 18 лет начинают, кто-то в 20 начинает, кто-то в 25 лет начинает. С нуля? Или какая-то церковь? Нет, я имею в виду на работу, на профессиональную работу. Например, так-то они где-то учатся, обучаются в учебных заведениях, где-то в самодеятельных коллективах занимаются. Я имею в виду тех людей, которые мы принимаем уже на работу как профессионалов. Они должны 20 лет. Ну, бывает, 40 лет уходят на пенсию. Но они за этот период работы приобретают определенный опыт. Они могут приобрести опыт, педагогические навыки какие-то могут приобрести. После ухода на пенсию они, как правило, где-то в клубах, где-то в школах, музыкальных школах, хореографических школах. Они обучают подрастающее поколение. Так что они применение себе находят. Потому что мы очень большое внимание уделяем и обучению. Наши ребята обучаются и в средних учебных заведениях, и в высших. По очной, по заочно-очной форме обучения. То есть специальность приобретают? Да, приобретают. Для того, чтобы они имели какие-то определенные профессиональные, именно педагогические, балетмейстерские навыки. Мы это очень приветствуем, потому что Рамзан Ахмадж, глава Ченской республики, герой России Рамзан Ахмадж, уделяет огромное внимание всей сфере культуры. В частности, ансамбль у него на особым счету. Почему? Потому что мы являемся визитной карточкой нашей республики. Мы ездим не только по регионам Российской Федерации, мы бываем в странах СССР. Сколько стран? Сколько городов за свою историю? Ну, около 50 стран мира. Мы побывали практически, кроме Австралии, на всех континентах. Везде побывали, с гастролями. Я уже 40 лет в ансамбле работаю. Так что весь Советский Союз, вся Российская Федерация практически уже по нескольку раз ездили, выступали. И поэтому Рамзан Ахмадж всегда говорит, что мы старшие люди, опытные, всегда готовили подрастающее поколение. Потому что должна быть преемственность поколений. Искусство, сцена, оно, понимаете, приходит время, когда это нужно оставлять. И, естественно, пока мы работаем, мы должны готовить себе смену. Потому что это жизнь, никто от этого не уйдет. Поэтому мы готовим. Ну, средний возраст сегодняшних наших танцовщиков, это где-то в районе 30-35 лет. Ребята у нас молодые, да, работоспособные. И очень много работают над собой. Вот как бы тяжело, трудно не было. Потому что нам приходится менять и климатические пояса, и временные поясы, и часовые. Это связано очень с трудностями. Ну, они потихоньку привыкают. У нас есть такое понятие, как концертная гастрольная практика. Вот, ребята работают, и вот так мы ездим, показываем искусство наше. Я прошу прощения, на рекламу давайте сейчас прервемся и скоро продолжим. Продолжается программа «Союз нерушимый». Мы сегодня говорим о выступлении в нашем городе чеченского государственного ансамбля «Танца войнах». Это было 12 декабря. Мы, кстати, до сих пор не сказали, как переводится в «Войнах». Наши, свои, наши, свои люди. Почти как «Наша передача». Ну да. Свои люди. Союз нерушимый. Ну и будем представлять гостей. Да, давайте еще раз напомним. Да, и сегодня у нас Аднан Хаминович Маджидов, художественный руководитель ансамбля «Танца войнах», заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, народный артист Чеченской Республики, народный артист Республики Южной Осетии. Я, посмотрев вчера ваш концерт, вообще думаю, что пора вам присваивать народного артиста России. Российской Федерации. Российской Федерации. И, значит, Адам Абезедович Бибиев, представитель главы Чеченской Республики Кировской области, и его помощник Эдуард Исланович Колодкин. Еще раз добрый день, продолжаем, остается не так много времени. Я правильно понимаю, у ансамбля «Войнах» свой концертный зал в Грозном? Вы знаете, да, вот я не знаю где-то в России, чтобы где-то у другого коллектива был такой зал. Нам глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахмач Кадыров построил и подарил концертный зал. Это великолепное здание со всеми удобствами. Вы знаете, это здание конкретно построено для хореографического коллектива. То есть учитывались ваши пожелания. Это же танцевальный зал. Да, 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 именно. Это не театр драмы, это не концертный зал. Это здание, дворец танца «Войнах», который построен конкретно для работы хореографического коллектива. У нас не было своего собственного здания. Вот Рамзан Ахмач, учитывая важность, значимость деятельности нашего коллектива, нам построили и подарили великолепное здание. Это где-то в центре находится? Это в самом центре города Грозного, в самом прекрасном месте. Все, Володя, мы должны съездить в Грозный и посмотреть. Куда мы только не должны уже съездить. Да, мы вас приглашаем. Там созданы все условия для работы, для жизни, для отдыха. Ну, все, 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 что нужно. Рамзан Ахмач, мы ему безмерно благодарны за это. Почему? Потому что все-таки, когда профессиональные люди, когда творческие люди имеют такие условия, естественно, бывает очень хороший результат. Мы сейчас находимся в этом здании. Все, кто к нам приезжает, бывают приятно удивлены. Говорят, как вам повезло. Да, действительно, нам повезло. Потому что иметь такое здание в центре города, это просто дорого стоит всего. Одна. Чувствую, посмотрев выступление ансамбля, лично я увидел огромный воспитательный потенциал. Поэтому для меня неудивительно, что глава Чеченской республики, Рамзан Кадыров, герой России, что он такое внимание уделяет вот этому танцевальному искусству и вашему ансамблю. Потому что я вчера, вот вы хоть и говорите, может быть, вы не до конца сказали, вот вы сейчас сказали, что танец мужской он более резкий, а женский более лирический. Но я вчера смотрел, когда солировали девушки, я смотрел внимательно на танец парней, когда солируют девушки, как танцуют парни. Это образец сдержанности. То есть это, как вам сказать, я, понимая южный характер, сам южный человек, так сказать, да, и глядя, что во время этого танца какую сдержанность проявляют представители Чечни танцующие, да, я считаю, что вот воспитательное значение таких танцев, то есть именно в танце показывается людям, неважно, чеченец ты, не чеченец, неважно, что каким должен быть мужчина. Вы знаете, танец же, в моем понятии, танец это не развлечение, танец это очень серьезно, это огромная философия, это огромный такой класс, знаете, культуры любого народа. И вот действительно в нашем танце не допускается излишнее, вот, понимаете, излишнее, тем более, когда идет танец в паре или когда идет танец с девушками. Такая должна быть внешняя сдержанность. Это исходит от нашего менталитета, от нашей культуры, от нашего взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот, это все действительно несет огромный, вот, это у нас публично не принято, вот, вот, излишнее, вот, всплески, вот, я не знаю, как это сказать. То есть оно не принято не только в танце, но оно должно быть не принято и в обычной жизни. Да, 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 это очень сдержанно, очень держанно, ну, помимо всего этого, когда ты действительно искренне исполняешь что-то или иное танец, зритель чувствует вот эту внутреннюю эмоциональную насыщенность, вот, 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 эта сдержанность, вот, она в какой-то момент где-то, вот, какой-то всплеск идет. В любом случае мы их учим контролировать свои эмоции для того, чтобы они не переливались за край дозволенного, вот, ну, помимо всего, вы знаете, у нас огромная работа идет по духовно-нравственному воспитанию молодежи нашей. У меня, ребята, все верующие, все буквально 100%. Вы имеете в виду, внутри ансамбля, да, работают? Внутри ансамбля, да. У меня, ребята, все соблюдают все нормы ислама, вот, и вы знаете, это не в принудительном порядке, это ребята осознанно пришли к тому... А это не мода, вот, можно не принудительно, а можно просто люди, вот, как бы, из-за того, что вот это сейчас модно, потому что это там... А вот внутренние, вы чувствуете, что они именно внутренние, вот, они отдушевели? Вы знаете, я же с ними, вот, всю Россию везде, я с ними все время вместе. Я не позволяю себе сесть в самолет, приехать в тот город, чтобы мои ребята поехали на автобусе. Я себе не позволяю. И это правильно. Я считаю, это так и должно быть, потому что если я требую с ребят работу, я должен быть все время рядом с ними. И когда мы едем по заснеженным дорогам, и мне ребята говорят, одно настало время намаза, хотя я сам тоже знаю, можно нам где-нибудь остановиться, мы бы совершили бы намаз. И вот, когда они на снегу расстилают коврик и совершают намаз, я вижу, что это действительно, это не наиграно, это действительно внутреннее состояние. Они понимают, что у каждого человека должна быть и вера, вера Всевышнего. Вот это им помогает в жизни, вот это им помогает в работе, вот это их оберегает от всех негативных пороков, которые мы, к сожалению, иногда встречаем, да, в жизни встречаем. Мы этому тоже уделяем огромное внимание, своей работе. Почему? Потому что, ну, артист, он не должен быть безликим. Артист, он должен нести огромную духовность в народ. Вот, поэтому вот его внутреннее состояние, это очень для нас тоже важно. Вот, несмотря вот на эти огромные трудности, почему вот у них идет такая огромная самоотдача? Это, во-первых, огромное внимание и самое главное понимание руководства республики, что это огромный титанический труд. Вот Рамзан Ахмадович очень часто у нас бывает на репетист, и он видит, и он всем говорит. В средствах массовой информации, вы пойдите, посмотрите, как они работают. Какой это титанический труд. Мне для них ничего не жалко. Ни квартир, ни машин, ни премиальных. Я им готов все отдать. Почему? Потому что я воочию увидел, какой это огромный титанический труд. Вот. Возьмите любого спортсмена, и пусть он попробует пойти к ним на занятия и полчаса сделать ту разминку, которую в подготовительную они... Я, кстати, хотел спросить про количество часов, которые... Я очень часто говорю, если спортсмен, занимаясь физически, у него идет физическая самоотдача, то в данной ситуации о танцорах, если мы говорим, или о танцовщицах, тут идет два начала, и физическое, и эмоциональное. Вот эти два, да, это надо объединить, иначе это не танец получается. Когда идет чисто физическое исполнение, это механика, это зрители не трогают. Когда идет чисто эмоциональное, это может быть кого-то растрогать, но это не имеет такого. А вот когда эти два начала, физическое, эмоциональное, объединяются вместе, вот в этом случае получается действительно искусство, будем говорить, искусство танца. Духовная сила объединяется с силой физической, и получается такой. И мы можем тогда сказать одно, что вчера мы фактически, вы фактически, ваш ансамбль, мы увидели, а вы продемонстрировали целостный чеченский характер в этих танцах. Да, вы знаете, мы показали характер, манеру, обычаи и традиции чеченского народа. Вот, готовы хоть с кем поспорить, с профессиональной точки, с теоретической точки зрения, с практической точки зрения. Мы показали чеченские народные танцы, мы показали чеченцев. Вот они такие, вот. Они не бандиты, они не террористы, они не экстремисты. Вот это настоящие чеченцы, которые на сцене показали культуру своего народа. Если бы это было наиграно, зритель бы это почувствовал. Я бы сказал, очень большие позитивные черты своего народа. Вот в этом сила искусства, чтобы донести до людей других конфессий, других национальностей, донести свое, показать, сказать, вот мы вот такие. Да, были всякие моменты в истории чеченского народа, все было. Но народ... Я бы спросил, у кого не было. Да, у кого не было, да. Но народ, вот он есть такой народ добрый, со своей культурой, со своей историей, понимаете. Ну да, бывает, в истории человечества были, в истории народов были разные представители, которые очень такие негативные привносили. Но это не народ, народу в этом ни при чем. Их, как правило, история через некоторое время забывает. Вот мы хотим показать, что вот мы чеченцы вот такие. Мы любим, уважаем всех, но у нас тоже есть свое, мы хотим показать, в этом заключается богатство нашего Отечества. Почему? Потому что мы хотим ездить, мы хотим показывать, мы хотим приглашать к себе, к нам очень много приезжает, мы общаемся. Вы знаете, в этом заключается сила нашего искусства. Мы не обособлены, мы живем в единой семье народов Российской Федерации. Я хочу вам сказать, что вам вчера удалось это. Спасибо. Если нам это удалось, спасибо большое. У нас между тем завершается. Адам, что-то вы хотите добавить? Да, я хотел бы сказать насчет внимания Рамдана Ахматовича Кадырова. То, что вот у нас возникли небольшие моменты с приездом ансамбля в войнах. То есть, организации других городов отменили концерт в связи с погодными условиями. Ну и какие-то другие, наверное, были нюансы. Ну вот, и когда я позвонил министру культуры Чеченской Республики, вот касаемо этого вопроса, я сказал, что у нас День Конституции Кировской области, то, что непосредственно мы готовимся к этому празднику, то, что есть приглашенные, были дети детского дома, были подарки к Новому году с фонда Кадырова. Вот, и когда я ему сказал, ответ был очень короткий. Если надо, я сам с ними приеду. То есть, с такого слова, что не приедут, это вообще не обсуждалось. На самом деле, ребята, действительно, дорога, вы знаете, погодные условия, тем более... Да, тяжелые, приехали, да, и я хочу сказать огромное спасибо руководству Чеченской Республики, главе Чеченской Республики. Хочу подчеркнуть, что активное участие в этом деле принял сенатор Чеченской Республики, Сулейман Геремеев, вот, ему отдельно хочу сказать благодарность, очень большое спасибо ему, вот, и огромное спасибо ансамблю Войнах, что приехали, показали нас здесь, нашу культуру, поддерживали, я говорю, вот, буквально все. Что будем ждать нового приезда? Ну, мы, в свою очередь, тоже благодарим ансамбль, да, благодарим Адама Геремеева за организацию вот этого выступления, и, конечно, главу Чеченской Республики за вот такую всестороннюю поддержку вот этой жемчужины, я бы сказал, Кавказа, ансамбль Войнах. Спасибо большое, удачно вам добраться домой. До свидания. Спасибо вам, до скорой встречи. Союз нерушимый.